Новый поворот в деле о строительстве многоэтажки по улице Кока. По решению суда, мэрия Кишинева больше не обязана выдавать документ на проведение работ. ВСП отменил соответствующий вердикт апелляционной палаты от апреля этого года. Адвокат жильцов близлежащих домов, которые обратились в высшую инстанцию, считает, что теперь есть все основания для сноса многоэтажки, возведенной без авторизации мэрии. Мы подали гражданский иск в суд сектора и просим полного сноса здания. Наше заявление находится на рассмотрении, потому что строительство многоэтажки нарушает все права владельцев соседних домов. Она возведена на границе участка, его балконы практически свисают над забором соседей. В мэрии заявили, что учтут обращение жильцов о сносе здания, которое построили без разрешения местной администрации. При этом там уточнили, что это сложная процедура. Между тем, сам подрядчик утверждает, что решение высшей судебной палаты не дает оснований властям инициировать процедуру сноса объекта. Мы обратились в апелляционную палату с просьбой выделить нам судебного исполнителя, который на месте мог бы регистрировать случаи, как соседи чинят препятствия. ВСП отменил решение, касающееся только судебного исполнителя, и все. В феврале апелляционная палата Кишинева подтвердила, что суд выдал разрешение на строительство многоэтажки без сертификата из мэрии на основе принципа молчаливого согласия. Позже, в апреле, АП обязала местную администрацию предоставить соответствующий документ в течение 30 дней. Однако этот вердикт был отменен высшей судебной палатой по запросу жильцов близлежащих домов и самой мэрии. Так, юрист столичной администрации говорит, что подрядчик не сможет продолжить строительство. Что касается продолжения работ, наша позиция остается прежней. Мы считаем, что на этом участке не могут вести строительство. У них больше нет никаких рычагов. Они больше не могут обратиться в суд, чтобы обязать мэрию предпринять какие-то действия. Экономический агент настаивает, что решение суда о выдаче разрешения на основе молчаливого согласия ВСП еще не рассматривало, поэтому оно остается в силе. Муниципалитет несколько раз пытался остановить незаконное строительство многоэтажки по улице Евгения Коки. В январе 2020 года мэр Кишинева распорядился аннулировать авторизацию, выданную с молчаливого согласия судебной инстанцией.